В сборах приняли участие полторы сотни ребят в возрасте от 5 до 17 лет. Это не только воспитанники Центра Крылья, но и кадеты школ номер 66, 18, а также 5-й гимназии. В 7 утра юные бойцы отправились на учебный полигон в поселок Ахштырь. Я чувствую волнение, но когда я села в автобус, понял, что уже обратного пути нет, и я уверен в своей подготовке. Я чувствую немножко волнение, но во мне есть дух, и я думаю, все получится. Я хочу узнать быт военных и как они живут. Я хочу сохранить память о наших соотечественниках и наших прадедов. На полигоне бойцы отправились на практические занятия по семи учебным точкам. Освоили службу по распорядку дня войсковой части, несение караульной службы, строевую, инженерную, огневую и военно-медицинскую подготовки. Изучили работу на средствах связи. Кроме того, для них были организованы школа выживания и ориентирование на местности. Данными сборами мы положили начало регулярной практике совместных военно-полевых учений, которые позволяют ребятам, бойцам, прочувствовать, насколько нелегок путь защитника нашей Родины. Ребятам предоставляется уникальная возможность погрузиться в быт и будни военнослужащих. В организации мероприятие, которое проводилось на общественных началах, помогло командование войсковой части. Данное мероприятие, оно очень актуально, так как мы с вами будем праздновать 75-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. У нас есть ряд мероприятий, очень положительных, где мы вспоминаем о тех славных подвигах наших дедов. И поэтому нам необходимо наше подростковое поколение, которое у нас сейчас есть, воспитывать на этих хороших традициях. Сами участники военно-полевых сборов остались довольны, узнали много нового и полезного. Хочу привить своим воспитанникам чувство локтя, чувство ответственности друг за друга, умение поддержать в трудной ситуации, принимать взвешенные решения, не паниковать, быть сильными и смелыми. Сегодня мы научились пользоваться радио. Потом я горжусь за свою страну и всегда готов постоять за нее. Эмоции, безусловно, радостные из-за того, что мы чему-то новому научились, что-то новое практиковали, такие как что-то медицинское, как обморожение или ожоги. Еще мы занимались практическими стрельбами с положения стоя и сидя. Эти военно-полевые учения были пробными, но теперь Центр Крылья планирует проводить их регулярно. Каждые полгода организовывать недельные итоговые сборы.